Коллеги инвесторы, здравствуйте! Рассказываю про свой опыт инвестирования. Инвестирую в российские акции, в российские компании. Опыт инвестирования меньше одного года. Сегодня пятница, 18 февраля и по традиции пополняю свой брокерский счет на 2000 рублей для совершения покупок. Как мы видим сейчас в моем инвестиционном портфеле 10 компаний. Это компании Аэрофлот, Газпром, Магнит, Московская биржа, МТС, Роснефть, Сбербанк, Северсталь, ФСКЕС и компания Яндекс. Также в моем инвестиционном портфеле есть фонд ликвидности. Фонд ликвидности от ВТБ для хранения свободного кэша, для хранения свободных денег. Давайте смотреть, как меняются показатели компаний на недельном графике и будем совершать покупки. По традиции начинаем с компании Аэрофлот. Аэрофлот на неделе снижается, снижается на 0,5%. Торгуется по 58 рублей 90 копеек. Минимальное значение на неделе Аэрофлот показывал 56 рублей 14 копеек. По портфелю Аэрофлот снижается минус 10,5%. По Аэрофлоту пока серьезных вопросов нет. Все находится в таком боковике. Надеюсь на дальнейший рост, на дальнейший взлет компании Аэрофлот. Компания Газпром. Газпром у нас на неделе снижается. Снижается на 3%. Торгуется по 326 рублей 51 копейки. Минимум на неделе Газпром у нас показывал 303 рубля. Максимальные значения доходили до почти 340 рублей за одну акцию. По портфелю Газпром себя чувствует очень и очень хорошо. Плюс 26,5%. Компания Магнит. Магнит на неделе у нас снижается. Снижается на 0,5%. Торгуется по 5253 рубля 50 копеек за одну акцию. Минимальное значение у нас Магнит показывал 4770. Максимум улетел на 5450. В принципе к Магниту вопросов очень много. Почему нет каких-то серьезных взлетов, падений. Хотелось бы подобрать Магнит и по 4500 рублей за одну акцию. Конечно цена была бы очень вкусная, цена была бы очень жирная. Но имеем то, что имеем. Компания Магнит по портфелю снижается на 4,5%. Московская биржа. Московская биржа не очень радует. Снижение минус 3%. Торгуется по 138 рублей 19 копеек. Минимум на неделе Московская биржа показывала 131 рубль. Конечно хотелось бы увидеть отметку 120 рублей за одну акцию. И там бы активно я стал бы добирать, докупать данную позицию. По портфелю снижение хорошее. Минус 15,5%. Компания МТС. Ну МТС в принципе так же как и Московская биржа. В каком-то затишье находится. Торгуется по 283 рубля за одну акцию. На неделе снижается на 2,5%. Минимум отметки были 278 рублей за одну акцию. Максимум МТС показывал до 300 рублей за одну акцию. Если точно 294 рубля за одну акцию. По МТС тоже очень много вопросов. Снижение по портфелю минус 12%. Компания Роснефть. Роснефть в принципе начинает потихонечку отыгрывать свои позиции. Снижается на неделе на 3%. Торгуется по 562 рубля 75 копеек за одну акцию. Минимальное значение на неделе Роснефть у нас показывала 532 рубля. Максимум 580 рублей за одну акцию. По портфелю снижение более-менее терпимое. Минус 2,5%. Компания Сбербанк. Сбербанк не может угнаться за компанией Газпром. Снижение минус 5%. Торгуется по 265 рублей за одну акцию. Почти по 266. Да, мы видим. Минимальное значение у нас Сбербанк показывает 245 рублей за одну акцию. Максимум на неделе показывал 282 рубля. В принципе, тоже каких-то подвижек больших по данной компании не вижу. По портфелю Сбербанк летит минус 3%. Почти 4%. Компания Северсталь. Северсталь на неделе у нас снижается на 2,5%. Торгуется по 1646 рублей за одну акцию. По портфелю Северсталь у меня пока что в плюсе. Плюс 2,5%. Северсталь потихонечку начинает отыгрываться. Отыгрывает свои позиции. Продолжаю инвестировать в Северсталь. Верю, что данная компания на долгосрочном перспективе, на долгосрочном рынке принесет мне большие деньги. Ну и перейдем к аутсайдерам моего инвестиционного портфеля. Это компания ФСК ЕС. Снижение очень приличное. Почти 6,5%. Торгуется по 13 копеек. Максимум на неделе ФСК ЕС у нас показывало 15 копеек. Средняя по данной компании, конечно, у меня высокая. 18 копеек. Хотелось бы данную компанию усреднить. Поменьше сделать. Все-таки к лету, я думаю, она вернется к своим старым показателям. 20 копеек, а то и 23 копейки за одну акцию. И там уже не успеем ее подобрать. Поэтому надо активно докупать сейчас данную позицию. По портфелю ФСК ЕС у меня летит на 25,5%. Ну и компания Яндекс. Яндекс на неделе у нас подрастает. Подрастает на 2%. Торгуется по 3822 рубля за одну акцию. Яндекс на неделе показывал 3300. Максимум значения были 4184 рубля за одну акцию. В принципе, к Яндексу также остается очень много вопросов. По портфелю идет снижение на минус 14%. Ну так что, вот такой сделали краткий обзор по моим компаниям. Посмотрели, как меняются показатели компаний на недельном графике. Видим, что компании ФСК ЕС, компании Московская биржа и Яндекс очень сильно обваливаются в портфеле. Но больше всего, конечно, тут снижается ФСК ЕС. То есть, нужно что-то с этим делать, нужно что-то предпринимать. По ФСК ЕС у меня средняя 18 копеек. Давайте запомним эту цифру. Так как будем покупать 10 тысяч акций на этой неделе и немножко усредняться. Почему именно ФСК ЕС? Но больше всех, конечно, он у меня просел. Аэрофлот я пока что не вижу смысла покупать. Московская биржа дороговато. Остальные, Яндекс тоже дороговато. Тут магнит на магнит надо накапливать. По финансам, конечно, на этой неделе очень здорово и очень хорошо подходит компания ФСК ЕС. И по своим процентным соотношениям, я думаю, надо ее добирать. Средняя у нас 18 копеек. Давайте нажимаем купить. Количество лотов. Один лот 10 тысяч акций. Количество доступно для покупки за счет собственных средств у нас один. Нажимаем готово. Итоговая цена 1381 рубль 60 копеек. Комиссия брокера 69 копеек. Комиссия биржи 13 копеек. Нажимаем купить. Нажимаем подтвердить заявку. Все, заявка успешно создана. Заявка исполнена. Компания ФСК ЕС в количестве 10 тысяч акций добавлена в мой инвестиционный портфель. Теперь у меня в портфеле 70 тысяч акций компании ФСК ЕС. Давайте посмотрим, какая теперь средняя по данной компании. А средняя у нас теперь 17 копеек. Ну, чуть-чуть усреднились. И, тем не менее, тоже очень и очень приятно. Так, на брокерском счету у нас остались деньги. Давайте это все переведем в фонд ликвидности. Фонд ликвидности от ВТБ. Деньги должны работать, а не лежать просто грузом. Нажимаем купить. Количество лотов, один лот, одна акция. Количество доступное для покупки за счет собственных средств на 557. Нажимаем готово. Итоговая цена 618 рублей 16 копеек. Комиссия брокера 0, комиссия биржи 0. А вот за это я люблю этот фонд ликвидности, конечно. Без комиссии, без всего. Так, заявка создана. Заявка у нас исполнена. Фонд ликвидности у нас пополнился. Теперь в фонде ликвидности 4504 рубля 68 копеек. Это пойдут деньги для дальнейших покупок, для дальнейших акций. На брокерском счету осталось 18 копеек. Но, к сожалению, эти деньги уже нельзя никуда реализовать. Так что вот такие сделали покупки на этой неделе. Купили 10 тысяч акций компании ФСКС. Продолжаю верить в данную компанию. Продолжаю в нее инвестировать. К лету, я уверен, вернется она к своим былым показателям. И мне, как инвестору, принесет большие деньги. Так что подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, какие акции вы держите в своем инвестиционном портфеле. Какие акции посоветуйте мне для дальнейших покупок. Очень интересно будет почитать ваши комментарии. Стараюсь читать все комментарии. Отвечать на все комментарии. Ставьте лайк этому видео. Поддерживайте канал. Для меня это будет огромной мотивацией выпускать новые видео. Показывать, как я инвестирую, как я покупаю российские акции, российские компании. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Всем счастливо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok